Это Вести Утро, Карачаева, Черкесия. В студии Альбина Курочинова-Кенжева. Здравствуйте! Традиционно начинаем выпуск с прогноза погоды. В Карачаево-Черкесии переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 14,19, днем минус 3, плюс 2 градуса тепла. В горах минус 3, минус 8, на дорогах местами гололедится. В Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 15, минус 17, днем минус 1, плюс 1 градусов тепла. На дорогах гололедится. Неполный рабочий день, легкие задачи, ну а самое главное – высокая зарплата. К сожалению, в интернете встречается немало мошеннических предложений работы. Но, увы, не все работодатели имеют благие намерения. Формы обмана разные. Какими они бывают и как себя обезопасить от потери и разочарований от такого трудоустройства, расскажет Альбина Ламкова. Жители Корчаева Черкесии при поиске вакансий могут столкнуться с новой схемой обмана, когда мошенники представляются работодателями. Злоумышленники рассылают по электронной почте через СМС или мессенджеры сообщения с привлекательными условиями работы. Высокая оплата труда гибким графиком простыми задачами. Зачастую речь идет о продаже товаров и услуг на маркетплейсе. Соискателю предлагают перейти по ссылке, которая ведет в мессенджер. Там уже с потенциальной жертвой вступают в переписку так называемые менеджеры по подбору персонала, которым могут запросить у клиента конфиденциальную информацию – данные банковской карты, номер мобильного телефона. Затем якобы для регистрации и активации аккаунта для работы на маркетплейсе человеку предлагают внести вступительный взнос. Однако эти деньги на самом деле попадают к мошенникам, как и личные данные. Если гражданину поступило предложение о работе с требованием оплатить какие-либо товары, услуги, резервирование вакансий или иные платежи, то, скорее всего, он имеет дело с мошенниками. Не стоит обращать внимание на подобные сообщения или тем более передавать незнакомым лицам персональную информацию – данные карты, его владельца, трехзначный код с обратной стороны или код из СМС. Кроме того, ни в коем случае не стоит переходить по подозрительным ссылкам или вводить свои данные на неизвестных ресурсах. На сайте Банка России в разделе «Противоздействие мошенническим практикам» вы можете найти более подробную информацию о разнообразных мошеннических схемах и правилах безопасного финансового поведения. Аферисты не дремлют, но большинство граждан стараются не попадать на их уловки. И легко зарабатывать от 2,5 до 25 тысяч рублей в день. Зарплата будет выплачиваться по дням. Простые задачи можно выполнять в любое время и в любом месте. Если вы заинтересованы, вы можете связаться с нами по WhatsApp. Вы связались с ними? Нет, конечно. На виток предлагали, когда искал работу. Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно запомнить одно и очень простое правило. Ни один порядочный работодатель не будет просить у вас деньги за что-либо. Трудовые отношения предполагают, что платят вам, а не вы. Поэтому, увидев подозрительную информацию в вакансии или узнав ее во время собеседования, сразу же прекратите взаимодействие с такими нанимателями. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. На этом я прощаюсь с вами. А через несколько минут в эфир выйдет информационный выпуск Вести с Северный Кавказ. Затем вашему вниманию будут представлены программы русской редакции. В 14.30 смотрите Вести с Еленой Прокопенко. Удачного продолжения дня и до встречи в эфире.